Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это известное выражение Виктора Черномырдина сегодня как нельзя кстати подходит для ситуации с теплоснабжением станции Вудачевский Дог. Много лет ее отапливала малоэффективная и дорогостоящая в эксплуатации электрическая система отопления. Работы по ее замене шли с весны. К новому отопительному сезону был произведен монтаж и запущен в работу твердотопливный котел, мощность которого в три раза больше. Он обошелся муниципальному предприятию в 1 миллион 400 тысяч рублей, после чего руководители бодро отрапортовали. Себестоимость услуги по выработке тепловой энергии снижена. В помещениях, где работают люди, должно быть тепло. Мы пришли к выводу, что себестоимость выработки тепловой энергии у нас снизилась в три раза. То есть можно сказать, что к апрелю 2017 года мы просто-напросто окупим стоимость всего оборудования, которое было установлено на существующий в данный момент котельный. Здесь происходят все основные стадии очистки воды. Здесь работают люди. Для этого, в принципе, здесь должна поддерживаться определенная температура воздуха, как в промышленных помещениях, так и в бытовых, где находится персонал, обслуживающий эту станцию. Только вот людям тепло не стало. После замены системы отопления мерзлой стали не только работники станции водоочистки, но и оборудование. Январские морозы, оно даже выходило из строя. Были морозы, и в морозные дни у нас даже замерзало оборудование. На третьем этаже дозирующее устройство замерзло и даже не смогло дозировать. Если даже не работают приборы, то как могут работать в таких условиях люди? Многие ушли на больничную, простыли. Некоторым приходилось работать даже с температурой на работе, потому что не о чем заменить. Лица работников мы не показываем намеренно. Изменены и голоса. Отстаивая элементарные права, люди боятся потерять свои рабочие места. 21 декабря 2016 года в Котовскую межрайонную прокуратуру поступило коллективное обращение сотрудников предприятия ГРВД-канал, участка ДОК, по вопросу несоблюдения температурного режима в помещениях предприятия. В установленной законном сроке данное обращение было перенаправлено в соответствии с компетенцией в территориальное отделе Роспотребнадзора по Архангельской области в городе Котласе и в Государственную инспекцию труда Архангельской области для проведения проверки и принятия соответствующих мер. По словам работников, после обращения в прокуратуру на станции, наконец, началась работа по доведению температуры в норму. В некоторых помещениях были установлены новые радиаторы. «Когда поставили нам новые батареи, в цехе стало теплее. Не во всем цехе, а в лаборатории. Это сейчас не лаборатория, а операторная. Чайная, где мы обедаем. Внизу у мужчин в раздевалке и у электриков. А до этого, до Нового года, когда поставили новый котел, мы замерзали». Но, как выяснилось, не везде. Например, это фильтровальный зал на первом этаже. При том, что на улице в этот день практически таяло, в помещении на термометре всего плюс 8. В таком же цехе на втором этаже чуть теплее – 10,5 градусов. При этом норматив для технических помещений минимум 14 градусов выше нуля.